Пьяный водитель опасен для окружающих. Пьяный водитель опасен для окружающих, невнимательен для самого себя и своего бюджета. Сегодня в рубрике АвтоХам мы решили выяснить, каково это нарушать правила дорожного движения по неволе. Что из этого вышло, расскажет Даниил Седов. Очередной выпуск рубрики АвтоХам мы решили посвятить водителям, которые становятся нарушителями по неволе. Например, как это происходит здесь, на перекрестке возле школы номер 32. Прямо за моей спиной находится дорожный знак, запрещающий проезд, или как его еще называют, кирпич. Но только есть одна проблема. Его не видно из-за веток деревьев. Видите знак? А он есть. Вот и каждый второй водитель просто не замечает. Кирпич проезжает там, где это запрещено и становится нарушителем. Придерживаются правил здесь только местные жители. Они знают о существовании знака. Правда, мириться с ним не хотят. Люди теперь мучаются. Я говорю, мне проехать 50 метров, я должен круг делать, 2 километра. Но еще по дороге там плохой. Хочешь, не хочешь, но правила необходимо соблюдать. Примерно за час мы насчитали здесь более 10 автохамов по неволе. За проезд под кирпич всем им грозит штраф до 5000 рублей. Ну или лишение прав на срок до полугода. Закону не важно, виден кирпич или нет. Ветки деревьев закон не предусматривает. Сотрудники госавтоинспекции в ходе контроля надзорной деятельности, а также повседневной надзорной деятельности за организацией дорожного движения при выявлении подобных недостатков направляют в администрацию муниципалитета предписание о их незамедлительном устранении с установкой конкретного срока. После чего осуществляется дополнительная проверка устраненных недостатков. Отстоять свою правоту, если она, конечно, есть, получится только в суде. Протокол о нарушении можно будет обжаловать в течение 10 дней. Правда, для этого необходимо собрать всю доказательную базу. Как минимум стоит сфотографировать злосчастный знак в кустах. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням.